В Волгограде в эти минуты идут поисково-спасательные работы. Там, где накануне днём, после взрыва бытового газа, обрушился подъезд в девятиэтажке. По последним данным, погиб один человек. 11 жильцов в больнице, трое из них в тяжёлом состоянии. Спасатели обследуют буквально метр за метром. Не останавливались они и ночью. Но пока под завалами больше никого не нашли. Операция продолжается. С места событий репортаж Елена Пич. Куски бетона и арматура в перемешку с холодильниками, обломками мебели и разорванными вещами. Кинологические расчёты тщательно обследовали каждый метр. Была объявлена минута тишины. К величайшему нашему сожалению, мы не услышали ничего такого обнадёживающего, чтобы говорило о том, что живые люди есть под завалами. То, что рухнувшие стены не погребли под собой всех жителей подъезда, сами люди считают чудом. В воскресенье днём многие были дома. Мы услышали первый хлопок слабый. Не обратили внимания. А потом второй был сильный. Мы выбежали на балкон. И вся сторона вылетела. Седьмой, восьмой этаж полностью вылетела. Мы собрались и вышли на улицу. Второй взрыв прогремел спустя примерно 20 минут. И из окон верхних этажей полыхнуло пламя. Взрыв. Я на кровати подпрыгнула. Дочку стены вот так вот ходили. Вот думала, ну всё, мы выскочили. Там с балкона летит что-то туда на улицу. Тряпки какие-то. Ну мы вниз бегом. Именно такая реакция спасла им жизни. Как выбирался тот, кто замешкался, хорошо видно на кадрах, которые сняли очевидцы. Мужчина вылез из окна на одном из верхних этажей, но не удержался и сорвался вниз. К счастью, спасатели успели растянуть специальное полотно. Упав на него, человек остался жив с тяжёлыми травмами. Он находится сейчас в больнице. А ещё через несколько минут после этого подъезд сложился как карточный домик. Сначала рухнули три верхних этажа, потом под тяжестью обломков стали проваливаться перекрытия остальных. Бетонные конструкции дома продолжают обрушаться. Вот только что упал ещё один кусок какого-то бетонного перекрытия. По словам очевидцев, взрыв произошёл в одной из квартир где-то в районе седьмого этажа этого девятиэтажного жилого дома. Многие жильцы разрушенного подъезда говорили нам о том, что виновником взрыва, по их мнению, мог стать психически нездоровый 25-летний сосед, проживавший со своими дедушкой и бабушкой. Там жила неблагоприятная семья, но они были все психически ненормальные. Что мы знали, что там хранятся и баллоны, и бензин. По другой версии, причина в нарушении техники безопасности при установке натяжных потолков. По механизму взрыва, конечно, мы предполагаем, что всё-таки это бытовой газ. Здесь возбуждено уголовное дело по статье 238 части 3, это оказание успех не обеспечивающих требований безопасности с жертвами. Окончательно причину взрыва позже назовут следователи-эксперты. Они ещё ночью приступили к осмотру места происшествия и продолжают работать до сих пор. В больницах Волгограда сейчас находится 11 пострадавших, среди которых двое детей. В школе по соседству открыт пункт временного размещения, но практически все, кто был эвакуирован, остановились у родственников и знакомых. С помощью мобильного диагностического комплекса «Струна», который накануне доставили в Волгоград, дом начали обследовать, чтобы решить, можно ли его восстановить. Елена Пич, Александр Вехтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Волгоград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова